всех приветствую сегодня в обзоре у меня мототрактор dv 160 kxl эта моделька есть у нас в наличии в описании будет ссылочка конечно же на эту модельку и на ваших экранах номер телефона звоните если решили приобрести моделька хорошая моделька рабочая добротная во всех смыслах я вам ее рекомендую если у вас небольшое поле для которого хватит мототрактора то есть если вы уже переросли моноблок а нужен мототрактор вот эта моделька шикарно себя рекомендует в этом смысле я вам ее покажу расскажу со всех сторон как что и куда почему и зачем 2100 долларов я повторяю сколько стоит эта моделька у нас можете приобретать а сейчас поехали и посмотрим со всех сторон прежде чем я перейду характеристикам давайте я его со всех сторон вам покажу кто не имеет возможности приехать к нам и посмотреть его отчую то я вам дам такую возможность сейчас со всех сторон покажу его а потом уже перейдем к характеристикам колеса смотрите часто говорят по поводу того что моноблоки и мототракторы это вот родные души только добавили два колеса мототрактору и это уже вот такой себе стал апгрейдженный мотоблок и я пожалуй с этим соглашусь тут нечего спорить но вот понятное дело что если вам уже мало мотоблока то нужно брать мототрактор тем более цены позволяют смотрите навесочка одна точка одна точковая склоняйте как хотите задние фары фара назад чтобы вы могли ночью работать прицеп можно подсоединять масло для подъемника видите с этой стороны коробка с инструментами сейчас смотрите снизу как выглядит это девушка сидушка фары тоже коробка специальная для инструментов колея раздвигается понятное дело смотрите на задние колеса еще с этой стороны понятное дело здесь они небольшие колеса но это мототрактор они мини трактор и не трактор с этой стороны тоже на ремни обратите внимание выхлопная труба невысокая замки сбоку чтобы открывать капот приборная панель три показателя ну все это я сейчас рассмотрю еще отдельно руль обычный довольно легко вращается во время езды сбоку переключение габаритов света ручка переключения тоже передач между ног находится три передачи вперед одна назад плюс есть ручка повышенная пониженная передача переключения ручка и блокировка заднего дифференциала смотрите здесь кпп не торчит то есть ноги можно поставить спокойно на пол это такая нечастая роскошь проводочка и давайте капот подниму покажу что находится под капотом оп проводочка аккумулятор топливный бак двигатель видите да за всех сторон теперь давайте уже пойдем с вами по характеристикам закрою я пока с вашего позволения капот вот так раз закрыли и так весит моделька 485 килограмм в длину смотрите 2 и 3 метра 2,3 метра в ширину 1,1 метр и высоту 1,6 метра но как вы видите ниже чем я значительно когда я стоял вначале записывал под водочку видели нам что чуть ниже но не должен быть большим по поводу датчиков я уже вам их показывал вольтметр датчик температура охлаждения жидкости датчик давления масла стандартные показатели руль тоже я сказал мягкий довольно небольшой но мягкий при поворотах педальки смотрите теперь на педальки педаль газа педаль тормоза тормоз сдвоенный можно разъединять и есть ручка блокировки тормоза вот она но и смотрите насколько близко все это расположено газ и тормоз не очень удобно нажимать сцепление тоже боковой панельки очень близко расположена но педалька сцепления довольно большая поэтому не обязательно полностью нажимать на нее можно с это еще терпимо газ находится вот ручка газа и вот здесь с правой стороны как вы можете видеть сейчас я буду нажимать на газ декомпрессор вот он находится здесь то есть чтобы вам остановить полностью заглушить двигатель имеется ввиду нужно вылазить и на декомпрессор вот здесь вот нажимать замена масла фильтра как написано выполняется согласно инструкции откручиваете смотрите вот проверяете масло уровень сюда его заливаете и все делаете вот с этой стороны двигатель смотрите джей д16 вот так закрою чтобы вы видели видите да номинально оборотов 2200 двигатель на 16 лошадиных сил дизельный как вы понимаете я уже сказал что 6 передач вперед и 2 назад сцепление двухдисковое сухого типа с постоянным зацеплением фрикционная гидроусилитель руля почему допустим я сказал что руль легко вращается потому что моделька имеет гидроусилитель руля поэтому вращение плавное и легкое тип вала отбора мощности идемте назад временной шестеренчатый ну генератор как вы видели стандартный не полноприводная моделька 42 колесная формула про колеса я еще не сказал задние колеса 6 с половиной на 16 передние колеса 5 на 12 колеи сменные я уже вам показывал говорил начали да передняя колея меняется от 900 до 1100 миллиметров задняя колея меняется от 960 до 1340 миллиметров про ручки я вам уже сказал всего лишь три повышенная пониженная блокировка дифференциала и ручкой переключения скоростей сидушка обыкновенная самое номинально заявлен один гидравлический выход прицеп понятное дело вы можете подсоединять смотрите сейчас навеску что еще стоит сказать минимальный клиренс 245 миллиметров и смотрите сейчас на эту модельку снизу видите да все что есть снизу колесная база 1350 миллиметров минимальный радиус поворота 2 и 4 метра то если вы не тормозите с тормозами 1 и 8 метров скорость движения я уже сказал двигатель да на 16 лошадок 6 скоростей вперед 2 назад вперед максимально до 222 километров в час а назад до шести с половиной километров в час топливный бак на 9 литров дизельный двигатель я уже вам сказал об этом аккумулятор ну и проводочка под фары давайте сейчас я сяду внутрь и покажу вам как сидеть внутри залазить понятное дело удобно с этой стороны где нет ремней так вот он я на месте водителя смотрите смотрите на мои ноги смотрите на них сбоку как они здесь располагаются по поводу педальки сцепления то о чем я говорил принципе из-за того что она большая хватает места потому что есть маленькие и тяжело нажимать эти нога упирается теперь вот эти вот две педальки видите о чем я на газ очень тяжело нажимать при этом не зацепив тормоз понятное дело вы будете одной ногой это делать понятно дело газ есть до него нужно дотянуться ну вот как здесь все дети что открывается спереди увидите переключение передач довольно легкое сравнение конечно с другими модельками повышенная пониженная понятное дело вот она на этом у меня все как вы понимаете штука это хорошая этот мототрактор dv 160 к xl шикарен для небольших задач не нужно переплачивать покупать себе там мини трактор допустим какие стоят у меня за спиной нет нужды если у вас небольшие задачи каждая техника под свою задачу и данная dv под свою задачу шикарно подходит есть в наличии в описании ссылочка на экранных номер телефона звоните приобретайте подписывайтесь на канал ставьте лайки увидимся в следующем обзоре пока